То, что танки будут поставлены, мы не сомневаемся. Вопрос, когда будут поставлены, на дату поставок. Относительно американских танков, тут особо вопрос и не поднимался, что именно американские. Просто страны-партнеры, которые помогают Украине, начали вносить предложение, что они могут нам поставить танки, а в Европе самый распространенный танк это «Леопард-2». И, соответственно, предложения были высказаны именно в пользу «Леопарда-2». И тогда вопрос повернулся в сторону Германии, потому что она правообладатель этих танков и только с ее разрешением можно это передать. Но, несмотря ни на что, Олаф Шольц, как обычно, я даже скажу именно так, занял позицию не давать, не передавать. И вот начались вот эти политические игрища, что если давать, то только в составе коалиции. Коалиция подтвердила, практически все страны, которые изъявили желание, все сказали, да, давайте разрешение, мы будем передавать «Леопарды». Тогда Олаф Шольц постарался привязать передачу танков «Леопард» к танкам «Абрамс» и сказал, что если Америка даст эти танки, то мы тоже дадим. На сегодня ситуация, насколько мы знаем, примерно должна развиваться таким образом. Ллойд Остин, по некоторой информации из американских источников, Ллойд Остин, министр обороны США, будет беседовать с Олафом Шольцем на предмет того, чтобы он, если не сам дал разрешение на передачу немецких танков в Украине, то, во всяком случае, дал разрешение на передачу партнерами этих же танков в Украину. Тут вся проблема, надо понимать, что вся проблема упирается в Олаф Шольцем, в канцлера Германии. Почему он так категорично против поставок вооружений? Кстати, это не первый раз. То же самое было при поставках гаубицы, панцергаубица 2000, то же самое было при поставках зенитных установок «Гепард». Он постоянно отказывал в разрешении на передачу этого вооружения. И очень-очень с большим трудом соглашался. Я думаю, что это политическое... Тут надо смотреть немножко, обернуться назад и смотреть в политическое прошлое Олафа Шольца. На мой взгляд, есть зависимость от Путина. Немецкий канцлер зависит в своих решениях от российского президента Владимира Путина.